Друзья, слава Господу! Добрый вечер, братья, сёстры! Огромный привет вам с Кавказа, от наших друзей. Все живы? Слава Господу! Здоровы! Трудятся, горят для Иисуса, это приятно. И они, конечно, передавали все приветы и с Ингушетии, и с Чечни. Слава Богу! Просят, чтобы вы молились за них, не забывали, благословляли их всегда в молитве, и так материально тоже благословляли. Они нуждаются в этом, пусть Бог благословит. Вы знаете, о чём я размышляю последнюю неделю, о том, что каждый человек, живущий на земле, должен быть достигнут Евангелия. И заповедь Иисуса Христа, она говорит о том, что все должны услышать добрую весть. Это заповедь. Все люди должны услышать весть евангельскую. А кто будет её распространять? Кто будет её говорить? Церковь. А церковь – это люди, мы с вами. И наша задача, наша ответственность лежит на том, чтобы донести до людей Евангелие, особенно для тех, которые ещё не знают, не слышат. Донести – это значит увидеть человека, подойти к нему и донести. Он не хочет брать. А надо же, а как, если брать не хочет, значит, не донесли. Мы как бы понесли, но не донесли. Знаете, родители послали ребёнка за хлебом. Почему не принёс хлеб? По дороге съел, ещё друзьям там раздал, пришёл и без хлеба пришёл. Хлеб не донёс хлеб. Понимаете, о чём я говорю? Мы его едим, нам хорошо, мы его вкушаем. Вроде бы даже и несём куда-то, но не доносим. А вот, теперь нормально, всё. Вот теперь дело сделано. Вот когда... А почему не открываешь? Иногда мы думаем так, что дал человеку визитку или Евангелие, он в карман положил, и ты такой говоришь, «О, донёс». Нет? Донести. Ещё если ты дал человеку, подарил Библию, или подарил ему Евангелие, или дал визитку в церковь, это ещё не значит, что ты донёс до него добрую весть. А что нужно? Ну, ещё. А почему ты не открываешь? Открывай. Вот, теперь что-нибудь прочитать сможешь? Что-нибудь прочитать? Ну, не конспект проповеди, нет. Вот наша задача, наша ответственность – донести Евангелие. И я вам скажу, вот то, что мы в этой жизни, когда мы приходим к Иисусу, когда мы становимся верующими, мы начинаем переживать Бога, Божье присутствие, с нами потом у нас что-то происходит, и мы как бы теряемся от главной цели, мы погружаемся в какую-то суету, дела, заботы, где-то даже в служении мы активно развиваемся, что-то делаем. Но главная цель – донести Евангелие, достигнуть Евангелием тех, кто ещё не достигнут. Достигнуть Евангелие тех, кто ещё не достигнут. Вот, вот, что мы всегда должны иметь в своём сердце. И я вам скажу, Бог всегда даст нам возможность. И если у нас будет желание, Бог всегда даст нам возможность. Слава Иисусу! Мы не имеем возможности, потому что у нас нет желания. Но если я каждый день буду иметь желание и говорить, Господь, дай мне возможность, Бог даст вам возможность, Он вокруг вас создаст такие обстоятельства, такие ситуации, Он пошлёт вас в такую среду или пошлёт к вам человека, которому вы можете донести Евангелие. Бог заинтересован в том, чтобы Евангелие – это добрая весть о спасении, она могла прийти в жизнь каждого человека. И в этом мы не должны успокаиваться, в этом мы не должны охладевать, этим мы должны пламенеть. Господи, дай мне сегодня ещё одного человека, которому я мог свидетельствовать о твоей славе, о твоём величии, о том, что ты Бог милующий, прощающий, что ты желаешь Ему, не желающий Ему смерти. Аллилуйя! Вот в этом мы должны пламенеть. И я хочу сегодня поделиться одной мыслью. Давайте мы откроем Евангелие от Луки. И мы прочитаем с вами 13 главы, несколько стихов, 13 глава, с 6 стиха по 9. «И сказал Иисус сию притчу. Некто имел в винограднике своём посаженную смоковницу. И пришёл искать плода на ней и не нашёл». Вот представьте картину. Виноградник. Солнечное, то есть место, где много солнца. Место, где достаточно воды. Место, где есть такой человек, который ухаживает за виноградником, который ухаживает за землёй. Ну, виноградник, виноград, чем он ценен? Виноград, ну, никто же не выращивает виноград ради изюма. Вы согласны с этим или нет? Или кто-то выращивает виноград? Вот у нас, друзья с Ташкента, там виноградники у вас. Ради изюма вы ростите виноград? Цель винограда – сок, который есть в винограде. Никто не выращивает виноград ради изюма. Но знаете, что я наблюдаю? Есть такие верующие. Они как изюм. Нет, они виноград. Ну, изюм тоже полезен, согласны? Да? Изюм тоже полезен. Для организма он полезен. Но вы бы что выбрали? Килограмм изюма или килограмм винограда? Винограда свежего. Я помню, мы были в Молдавии, и мы ехали с аэропорта в Единце с братом, и виноград прямо на дороге продавали. И брат мне говорит, хочешь настоящего винограда? Я говорю, хочу. Но в моем понимании было, виноград всегда имеет один, максимум два вкуса. Ну, даже три, наверное. Это такой длинный зеленый пальчик, потом такой сладкий черный, без косточек, и сибирский кислый. Такой сибирский виноград. Да, у нас тоже виноград здесь есть, ростит. Но когда мы остановились там, в этих виноградников, и он так взял в пакет с одного ящика, со второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, и я начал пробовать виноград. Абсолютно разный вкус. Говорю, такого никогда не ел. Столько вкусов. Он говорит, этих вкусов еще знаешь сколько, там их много. Виноград, его выращивают не ради изюма. И церковь Божия, церковь Божия, это виноградник. Иисус говорит, я лоза, а вы ветви. И ветвь на лозе, она нужна для того, чтобы приносить виноград, чтобы приносить плод, чтобы был сок. И все есть для этого. Вода, солнце, виноградарь ходит, подрезает нас, чтобы сок шел не в листья, а чтобы сок шел в плод. Все необходимое есть. Вот сегодня ты, так между делом я хочу тебя спросить, ты кто? Ты виноград или ты изюм? Виноград-то или изюм? Вот подумай. И вот вы посмотрите теперь. Вот в этом месте, в винограднике, где солнце, вода, человек, который заботится, следит за каждой веточкой, была посажена смоковница. Смоковница это, ну, вы знаете, что смоковница? Что она приносит? Сладкий плод, как? Смоковница, смоквы. Инжир. Инжир. Это как оно, что это? Маленькие косточки там, трида, сладкий. Польза есть от него, да? Вкусно. Вкуснее, чем виноград? Слаще. Очень лучше. На любителя. И вот представьте, в этом винограднике самые лучшие условия. А вдруг посажена смоковница. И написано, хозяин виноградника, у каждого виноградника есть хозяин. Нет бесхозных, нет бесхозных виноградников. А я слышал там, братья поехали на поле, привозят кукурузу. Мы кукурузу набрали. Я говорю, как? Ну, там же на поле ее много. Я говорю, братья, это поле кому-то принадлежит. Как это? А мы же думаем, это же государственное. Раньше думали, а и раз государственное. Пошли за кукурузой. Вся московка пошла за кукурузой на поле. Запомните, каждое поле, оно кому-то принадлежит. Кто-то посадил. И ты не можешь быть здесь сам по себе. Это я сто процентов говорю. Потому что тебя посадил кто-то. Тебя кто-то посадил. В церкви Божьей сам по себе человек не может, его кто-то посадил. Взял так, посадил. И поэтому нам хочется быть здесь, потому что мы посажены. Нам здесь хорошо. Мы переживаем Господа. Мы возрастаем. И вот эту смоковницу, ее посадили в лучших условиях. Там не было так пустыня, смоковница, а потом виноградник. Хотя я знаю, что и такие тоже бывают ситуации. Кто начинал церковь, тот понимает, о чем я говорю. Кто был от самого начала, тот понимает, о чем я говорю. Когда сначала смоковница, а потом уже виноградник. Но здесь все по-другому. Лучшие условия и ее посадили. И вот приходит виноградарь, хозяин виноградника. И он приходит посмотреть, какая, да? Какая смоковница. Какая чудесная смоковница. Да, так? Послушайте. Виноградарю, ему вообще все равно, какая смоковница. Хозяину виноградника, ему важно, сколько на этой смоковнице плодов. Ему не важно, как выглядит виноград, лоза. Ему важно, есть ли плоды. Вы слышите? Богу важно не то, что мы делаем, не то, как мы выглядим. Ему важно плоды. Он ищет. Написано, пришел искать на ней плода. А она такая стоит, зелененькая. Она не была сухой. Засохшая смоковница. У нее были листья, зелененькая стоит, на ветру качается. Знаете, русская береза, березки. Мы ехали с Кавказа, и тут пошли березы. И моя жена, ой, я говорю, на дорогу смотри. Она, ой, березки русские. Я говорю, на дорогу смотри, березки. Он не пришел смотреть, какая она. Плоды. Он хотел видеть на ней, есть ли смоквы. есть ли этот инжир, да? Инжир, правильно я говорю. Есть ли этот плод? А она стоит, о, аллилуйя. Слава Господу. Качается так. Шерстит так, знаете, да? Так. Слава Господу. Шерстит так, шерстит так, а он смотрит, оплода нет. Нет. И что он делает? И он говорит человеку, который ухаживал за виноградником. И он говорит ему, я уже третий год прихожу. Когда я прочитал, я был так шокирован. То есть, что, что делал хозяин винограда? Он пришел первый год, смотрит она, аллилуйя, шуршит листвой. Он приходит, смотрит на нее. Да, красавец, сорок два километра пробежал. Молодец, держи пять. А плод? Плоды. Сколько ты людей с марафона к Иисусу привел? А, есть, да. Хорошие, да? Он посадил, через год пришел, смоковницы, плода нет. Говорит, ладно, ничего никому не сказал. Хорошо. Год она, все вот так вот, год. Аллилуйя. Слава Господу. Бог такой добрый, чудесный. Он так меня благословляет. Он меня заботится о моей семье, моей работе, моей жизни. О, Бог чудесный. Конечно, ты в винограднике. Там почва, лучше не может быть. Конечно, а как? Солнце светит, самое лучшее. водичка тебе постоянно поливает. Этот ходит тебе там, ну, конечно, а как? Мне так, слава Богу, и Бог меня и исцелил, и благословил, и дал то, и дал все. О, аллилуйя. Второй год. Второй год приходит, опять хозяин винограда смотрит на нее. Плодов ноль. Ноль. никому ничего не говорит. Говорит, ну, ладно. Еще год. Еще год. О, уже, машину она уже новую купила себе. Квартиру. Бог деток дал там, женился. Все, аллилуйя, слава Господу. Все так хорошо. В собрании он, она, поет песни, все. Служение даже несет. Даже служение. Не просто так же, я же не просто так, я же тоже, виноградник так пошуршивает, а я шуршу. Третий год. Приходит хозяин, и он смотрит на нее, и плода нет. Нам нужно понять это, это важно, что Богу важно, приносим ли мы плоды. Вот это Богу важно. Плоды. И он нас долго терпит, и он нам, нам дает время. И он милует нас, и все ради плодов. Он приходит, когда он приходит, когда он посещает нас, в нашем винограднике, он ищет плоды. И вот он приходит, и нет плодов, он говорит, я третий год прихожу, и я не нахожу на ней плода. Третий год я ищу. То есть здесь такое слово, прихожу искать, и не нахожу. То есть он не просто даже глядит. Понимаете? Не просто он глядит. Он ищет, он так смотрит. Так, это ксиоми не то, часы не то. Где? Ключи от машины не то. Где плоды? Плоды. Он ищет плоды. Где? Он ищет. Не смотрит, просто посмотрел, о, Господь на меня смотрит. Ну, посмотрел он на тебя, и что? Ну, так Бог просто посмотрел, и мы такие, о, Бог на меня посмотрел, что ли? Ну, конечно, он всю землю обозревает. Не только смотрит на тебя, на грешных смотрит людей. Но здесь написано, он пришел искать. Он искал и не нашел. Он говорит, и не нахожу. И знаете, что он говорит человеку, который ухаживал за всем этим виноградником? Он говорит, сруби ее. Она просто место занимает. Она занимает землю. Просто занимает землю. От нее никакой пользы. И кто-то скажет, ну, как? Она же шуршит. Она же как бы даже дизайн. Посмотри, виноградник, и вот она одна, смоковница, выделяется. Ни у кого нет смоковницы, виноградники, а у нас есть. Она не нужна. Потому что наш Бог, хозяин виноградника, церкви, он не декоратор. Он не создает декор искусственный. Вот цветочек вроде бы, да. Вот интересно, как Лена Суслов их повешала, и они не засыхают. Вот цветут и зимой, и летом. Вы не удивляете. Это же, что она, что она сделала вот с этими цветочками? Не засыхают, не опадают. Круглый год. А, шишки там, вон, наверное, они, наверное, так делают. Да, так? Мы все с вами знаем, это декор, это не настоящие цветы. Они будут висеть, если их не снять. Они будут висеть, если внуки наши будут смотреть на них. правнуки с них не снять. Бог наш, он не декоратор, не декор. Ему декорация в винограднике не нужна. Вы понимаете? Вид, как будто вид, благочестие, вид. Шуршишь, а он говорит, а плоды? Мне плоды. И вот эта смоковница, она три года не приносила плоды, и он говорит, все, сруби ее. А теперь послушайте. Знаете, почему люди, смотришь, ходит в церковь в год, два, три, а потом раз, его нет. Замечали такое? Все очень просто. Он просто за эти три года, он не приносил плод, он пользовался виноградником, он пользовался той землей, он пользовался солнцем, он пользовался водой, он шуршал листвой, любовался собой, что-то делал даже, но он не приносил плод, вид только. И его нет, потому что его срубили. Кто-то пришел, его и срубил. Но он говорит, я не хочу, ищет какой-то предлог. На самом деле, человек, который приносит плод, смоковница, виноград, который приносит плод, они никогда не будут срублены, Бог этого не позволит. Никогда не позволит. Он сделает все возможные, и ты приносишь плод, он будет вокруг тебя. Слава Богу, Алексей, два человека за 42 километра, слава Богу, готовься, в следующем году будешь бежать 43 километра, пять. Все уже марафон закончили, Леша бежит, уже ему, Леха, хватит. Но принесешь еще плод, еще, понимаете, о чем я говорю? Я не говорю сейчас, что мы все марафон побежим там, но кто-то умрет там в дороге. Нет. У каждого у нас есть свой марафон, свои достижения, свои цели. И если мы приносим плод, если мы думаем о том, как спасти кого-то, что-то сделать для Иисуса, Его цель, то ради чего Бог нас посадил в Своем винограднике. Бог будет все делать возможным, Он даст нам и силу, Он даст нам свою защиту, охрану, Он даст нам свое помазание Святого Духа. Он благословит и снарядит нас всем необходимым, что нам нужно. Поэтому Он говорит, не думай, что есть, что пить, во что одеться. Ищи Царство Божие, правды Его, обо всем остальном я позабочусь. Вот. Все есть. И вода есть в Божьем, виноградники, и солнце. И человек, который нас подстригает. мне нравится в этой истории, что Господь дает шанс еще этой смоковнице. Хотя вроде бы смотришь, уже терпение у Него закончилось, уже у Него планы, эту смоковницу, я ее уберу. Ну правда, если у вас на дачном, на садовом участке стоит яблоня, которая не приносит яблоки, ну зачем она? Вы же не будете вокруг нее там, вы ее уберете. Я помню, когда у мамы моей была дача, и там яблоня одна, она, ну, просто там уже ничего не приносила. Мама мне говорит, ее надо, ну, она у меня тут пологорода занимает, ее надо выкорчевать. И такая она была, эта яблоня, вот ее так трудно было выкорчевать. Вот такая она еще место занимает, и все равно ты как, и пакостит, и пакостит, и пакостит, знаете. И я вспотел, я ее пилил, и там и лопата, я думаю, корень там все это. Такое тоже бывает. И вот этот человек, который ухаживал за виноградником, который тоже так возле и смоковницы, тоже, ну, следил за ней, он говорит хозяину винограда, говорит, подожди, дай мне еще один год. Один год. даже он, как бы так говорит, господин, оставь ее на этот год. Вот оставь ее, оставь ее. И дальше он говорит, я еще поработаю с ней. Я ее окопаю и облажаю. Я ее сожжем. Вы понимаете, дерево, которое не приносит плоды, и оно только для растопки. Можете себе представить, если бы наши березы, они плодоносили апельсинами. Да тут бы никто пальцем к ним не прикоснулся, лесорубы с пилами. Кто бы? Никто бы эти березки бы не трогал, если бы они апельсины. Правильно? Там все леса бы были загорожены. По пять, по десять лесников бы ходила с ружьями, охраняла бы их, наши березки любимые. Ну, пожалуйста, ты можешь сейчас пойти в лесхоз, выписать себе, сколько тебе кубов надо. Пожалуйста, оно для этого. Дерево, которое не приносит плода, оно только для огня. Для огня. И не думай, что если ты находишься в церкви, в Божьем винограднике, листвой шуршишь, но если ты не приносишь плода, тебя ждет огонь. Скажешь, о крещении я принял. Ты принял крещение, потому что ты сказал, я буду плод приносить. А плода не приносишь. И оно тебя не спасет, это крещение. Ты не скажешь так, что, ну, я же все-таки в Божьем винограднике, я же не дикое где-то там, где-то там, я же в Божьем винограднике. Это не имеет никакого значения, потому что все, что интересует Бога, и то, ради чего Он нас спас, это приносить плод. И вот Он просит Господина, оставь ее на год еще, год, дай год. То есть, представьте, четыре года это, как ее назвать даже, смоковница. Она занимала место в винограднике, не приносила плода, четыре года. И хозяин виноградника соглашается, он говорит, хорошо, давай, пускай. И вот начался последний год. Первые три года все было так, как харизматы говорят, халилюя. Все вот так было. Все было вот так вот. А теперь начался четвертый год. И тебя кто-то окапывает. Кто-то тебе постоянно там, что-то у тебя там, кто-то кто там, да что это такое, то одно, то другое. Да эти ситуации, да сколько можно, я за месяц две аварии, подожди, еще третья впереди. Да куда уже это там, то печень, то почки, то голова болит, то давление. Ага! Что-то такое началось, да? Окапывает тебя. Копает кто-то? Не подкапывает, окапывает. Если подкапывают, подкапывают это эти, как черви, они подкапывают корень там, съесть, чтобы ты засох. Нет, за этим смотрят виноград. Окапывают. Но когда нас окапывают, вот представь, ты просто так вот, а тут началось какое-то вокруг тебя движение, непривычное тебе. Начинаются какие-то проблемы, трудности, ситуации. Все, ты уже в церковь приходишь, ты уже не так шуршишь. Уже в миноре шуршишь. Миноре, да, правильно, Макс? Минор, когда радостно мажор такой, а минор это когда у-у-у-у. Ты уже шуршишь, уже шум такой минорный. Господи, да за что это? Да что же это такое у меня то? Ой, ай, ух. Вот он тебя окопал, а потом еще заказал машину навоза. Не знаю, какой сейчас навоз в моде. У садов, садов, садоводов-любителей. Какой самый модный навоз такой, чтобы это? Куриный? Конский, да? Такой, да? Прямо так взял его, раз. Такой конский. Запашистый такой прям. И навозом эту смоковницу бесплодную обкладывает. А что это такое? Вот я себя представил на месте смоковницы. Вот я здесь стою, землю взрыхлили вокруг меня. Обложили вот этим вот конским навозом, водичкой полили, солнышко печет. Что происходит? Процесс, что внутри, там, что внаружи, снаружи. снаружи не очень, уже смотришь, вообще не шуршит. Что его все раздражает, он уже не знает, у него молитвенной жизни нет, уже Библия, уже все, он депрессия. А внутри там началось, внутри, ты понимаешь уже, кто-то нас к чему-то подталкивает. Мы не думаем о том, что, вот смоковница не думала, что ее в этом году могли просто срубить, и ее жизнь бы закончилась. И была бы как притча. И все бы виноградные эти ветки, они бы говорили, да была у нас тут одна смоковница, шуршала, потом и ушуршала куда-то, не видно ее. Как притча. Так. Но Бог дал ей шанс. И это то, что было неприятно, это то, что неприятно в нашей жизни. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь. Может, может то, что тебе не нравится, это именно то, что Бог тебя окапывает, и Бог тебя обкладывает навозом. Навоз, поверьте, это добрая вещь. Он неприятный, но Он добрый. Он нас приводит к тому, что мы начинаем приносить плоды. Вот почему вокруг нас люди, вдруг что-то с твоим мужем случилось, или с женой, или с детьми, или с начальником на работе, и ты думаешь, что это такое? И тут мы начинаем искать Бога. Мы не просто шуршим. Мы начинаем Его искать. Именно в такой ситуации мы начинаем вопиять к Нему, Господи, нам не нужно уже больше шуршания. Нам надо конкретный ответ. конкретный ответ. Мы понимаем, что солнце, оно греет нас, а плодов нет. И это все теряет смысл. Что-то должно быть большее. Не просто, что я вот наслаждаюсь этой жизнью в Боге, нахожусь в винограднике, должно быть что-то большее. Дал ей Господь год. Вы знаете, Библия не говорит нам, вот в этой притче, она не раскрывает нам то, что начала приносить смоковница плод или нет. Вы не найдете. Потому что там сказано, он говорит, не принесет ли она плода. То есть у господина, хозяина виноградника, веры не было, что она будет приносить плод. Он говорит, сруби. Три года у него была вера, а вот у того, кто ухаживал за виноградником, у него была вера. Он говорит, не принесет ли она плода? Да, еще год. Я еще поработаю над ней. Здесь не сказано, принесла она или нет. Здесь сказано, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. То есть у этой смоковницы было всего лишь два выхода. Или два продолжения. Либо мы на следующий год пришли бы в этот виноградник искать смоковницу, мы бы ее там не нашли. На ее месте был бы виноград какой-то. И вторая картина, это когда наконец смоковница начала приносить плод. И я представил эту картину хозяина винограда, виноградника. Вторую картину. Первая уже, я думаю, вторая приходит. Вау! Он пришел искать на ней плода. И там искать-то особо не надо было. Потому что ты видишь, вот она, вот, вау! Сколько плода, плоды, вот. Срывал с нее плод. Ау, вау, сладкая. Отлично. На листья никто не смотрит. Ну, как бы так, конечно, люди смотрят. Но плоды. Вот что Бог от нас ожидает. Плод. Плод. А теперь послушайте, как вообще происходит на земле зарождение новой жизни. Смоковница растет, или дерево растет, у нее появляется плод. Этот плод вызревает, дует ветер, плод падает на землю, льет дождь, и этот плод дает новую жизнь. Сам умирает, но плод дает новую жизнь. Вот что такое плод. Плод, это когда дерево дает новую жизнь. Так же и с людьми. Новую жизнь, как дети, плоды, жизни, как семя. Все по роду своему. Сеяние и жатва, сеяние и жатва. И плод, он именно так. Семя падает, и вырастает новая жизнь. А сколько я в этом году принес плода? Вот в этом году сколько я новой жизни принес? Все есть. Солнце, вода, человек, который ухаживает за тобой. Виноградарь. Хозяин виноградаря смотрит, оберегает тебя. Сколько в этом году? Ты скажешь, я только первый год хожу в церковь. Ладно. Еще есть время. Вам повезло. Сергей говорит, еще два года можете поболтаться. Понаслаждаться в Божьей любви. Пошуршать листвой, если хотите. А если вы уже три года ходите или четыре, год заканчивается, сколько плода я принес? Я не знаю, виноградник, вот одна ветвь, сколько может принести винограда? Алым, одна ветвь, ну-ка. Ну много, сколько вот. Лозавый ветвь. Если я ветвь, сколько я могу принести? Грозди. Три-четыре грозди. В одной грозди сколько может быть? Ну сколько, примерно. Говорит о чем? Что если ты считаешь, что ты относишься к винограду, значит, ты должен много приносить плода. Много. Много. еще в подмастерьях. Нет, нет, я не про призвание говорю сегодня, про наше призвание. Я говорю о нашем предназначении, почему Бог спас нас. Потому что кто-то, кто-то принес нам весть о Христе. вот это есть наше важное предназначение донести Евангелие или достичь Евангелиям людей, которые еще не знают, которые еще вдали от него. Это есть, я верю, что это есть плод, так же, как в Божьем стадии, ну, или в стадии овец, плод овечки, плод овечки, ягненок. Ягненок. Вы знаете, я все время думал, почему она не приносила плода? Ну, почему? Ведь Господь рассказывает эту притчу, Он не рассказывает нам о сельском хозяйстве, Он нам о людях говорит. И это понятно нам. Почему? Я так думал, ну, почему она не принесла плода? Вы не думали? Не думаете? Почему? Все же было, все же, все же хорошо. Почему? Три года созревало, что ли? То есть, в первый год она уже должна, смоковница уже, в первый год должна принести плод. Как? Ну, смотрите, по идее, по идее, это же как бы естественный процесс. Ну, правда? Естественный процесс, то есть, он не зависит ни от чего. А я не хочу приносить плод. Такого же, яблоня такое же не может сказать? Не может. Тем более, когда почва хорошая, вода, все условия есть. Это естественный процесс. Ты плод обязательно должен появиться. Естественно. Он говорит, она плод не приносила. А вы знаете, я думал, ну, думал, ну, как так? Ну, почему ты? А, если вы выше почитаете текст, с чего начинается, вы поймете. Он рассказывает историю о галилеянах. То есть, перед этой притчей Иисус рассказывает историю о галилеянах, которых Пилат, они приносили жертвоприношение, верующие были, приносили жертвоприношение. Туда пришел Пилат и всех этих галилеян убил. И кровь жертвенных животных смешалась с кровью этих галилеян. Это такая страшная картина. Для иудея это было вообще что-то невыносимое. И он говорит, что пришли некоторые там, ну, ему говорят, что Пилат убил людей, которые приносили жертвы. Кровь смешалась с кровью жертвенных животных. А Иисус им говорит, он говорит, вы думаете, эти, это ужасная картина, но вы думаете, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян? что они так пострадали? Мы иногда смотрим, человек страдает или умирает страшной смертью, мы думаем, вот он, наверное, грешник. А Христос говорит, вы думаете, что вы, они грешнее, чем вы? И дальше он говорит им, но говорю вам, если не покаетесь, все так же и погибнете. И дальше он говорит, еще одну приводит историю, башня Силаамская стояла. И там 18 человек под этой башней что-то делали там, не знаю, может, пришли посмотреть, вау, какая башня. И башня упала в тот момент, и этих 18 человек там прибило. Это он, это не притча, это он реальную историю рассказывает. И он говорит, вы думаете, что эти 18 человек, которые там оказались и умерли, и их смерть стала известной, ну это же согласитесь, да, башня долгие годы стояла, вот именно упала на этих 18 человек. Согласитесь, что как-то странно. И он говорит, вы думаете, что эта башня упала и побил их, и они были виновнее всех живущих в Иерусалиме. Это в Иерусалиме было. Так люди думали, наверное, это грешники такие, что вот на них башня упала. Ох, наверное, грешники. Но он говорит, нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же и погибнете. И дальше, 6 стих, он начинает рассказывать эту притчу про смоковницу. Я не буду ее повторять. Которая чуть-чуть не погибла. И когда я читал, начал читать текст в контексте, что очень важно, я вдруг понял, почему смоковница, посаженная в винограднике, не приносила плода. Знаете, почему? Нет. Она не покаялась. Он говорит, если не покаетесь, все так же и погибнете. Она не покаялась. Вы спросите, а как не покаявшаяся смоковница, человек может оказаться в церкви? Да запросто. А кто не хочет оказаться в среде, где не курят, не пьют, не матерятся, где делают добро, все улыбаются, слава Богу, пусть Бог тебя благословит, где мужа можно найти хорошего, не пьющего, не изменяющего, работящего, где жену можно тоже найти такую. Один мне мирской говорит, ты знаешь, наверное, я к вам приду. Я говорю, а что случилось? Да, говорит, у меня тут две жены такие оказались. Говорит, у вас же там нормальные девчонки. Они это знают, они понимают это. Я говорю, да кому ты нужен? У нас девчонки, говорю, нормальные. Ты на себя посмотри. Нормальные за тебя, ты-то ненормальный. Ну я, ну я это, как, да. Смотрю, пришел, шуршит, шуршит, такой, глаза даже закрывает, поет, а что не петь-то, песни-то хорошие. Тем более, учить не надо их наизусть. Да? Они же все на экране, все. Как, да? Можно быть в церкви, так и не покаяться. И она, может быть, и хотела принести плод, а она не могла. Не могла. Естественный процесс только тогда, когда ты рожден, когда ты в рождении, когда ты живой, по-настоящему. она просто не покаялась. И он год, она не покаялась, два года, три года, сколько можно. Он говорит, срубай. Не хочет каяться, уже, уже обнаглела, уже просто обнаглела, срубай. А он говорит, нет, дай я ее, дай я ее, дай, обложу, обложу ее навозом. И так вот жизнь не начинается у нас. А-а-а-а, почему мы мыкаемся, по какой причине? Когда у нас все хорошо, мы от покаяния далеко. Но когда тиски, когда у нас что-то происходит с нами, мы начинаем думать о нашей жизни. Что я не так делаю? Господи, а Бог, а, вот оно, навоз этот конский, это лопаты, кто-то там окапывает меня. О, Господь, я понял, я понял, Боже, прости меня, прости, я понял, прости меня. Я каюсь, я каюсь, я оставляю, я больше не хочу так жить, я хочу жить по-новому, Боже, помоги мне. Я плакать начинаю, искать его лица. О, действует навоз, оказывается. Ах, ах. и знаешь, когда ты живешь в деревне, и потом вдруг уезжаешь в город, поживешь там по Меге, по Икеи, как бы все такое, и потом раз ты опять едешь в деревню, и когда ты подъезжаешь в деревню, открываешь окошко, вот моя деревня, вот мой дом родной. А городской так, фу, закройте форты, откройте, говорит деревенский. А городской говорит, закройте. Почему? Потому что деревенский знает цену навоза. Он знает, где его купить, он знает, где он лежит, он знает, куда его сыпать, как у него всегда на заднем дворе есть навоз. И для тебя он ничего не стоит, а для него он стоит, потому что он знает, навоз это то, через что плоды хорошие приходят. И я говорю Господу, я говорю Господь, когда я живу в этой жизни, и вдруг я охладеваю, я перестаю приносить плоды, обкладывай меня навозом. И когда я его чувствую, мы чувствуем всегда, когда нас в тиски. Аллилуйя, вот оно, пошло, Господи, начинаю его искать, прости меня, опять я суетился, опять, я же уклонился от цели, цель, цель, достигнуть Евангелия, недостигнутая, все, я начинаю плодоносить. И уже навоз, он как бы, ну ты его даже и не замечаешь, как бы и не чувствуешь. Ты даже неуютно чувствуешь себя, если навоза нет. Мой пастор мне всегда говорил, знаешь, Денис, когда у тебя нет проблем, это проблема. Я не мог его понять долгое время. Говорю, о чем он говорит, мы же наоборот все хотим от проблем избавиться. Он говорит, нет, когда ты делаешь угодное Господу, дьявол будет создавать тебе проблемы. Это означает то, что ты на правильном пути. Но когда у тебя нет проблем, значит, ты что-то делаешь не то. Потому что дьявол говорит, да, пусть делает. Ха-ха. Я его трогать не буду, пусть делает. Он мой. Он делает то, что мне угодно, а не то, что Господу. Сегодня я хочу, чтобы мы подумали над этим. Кто я? Еще одна мысль, последняя. Когда я читал эту историю, много раз ее прочитывал, я всегда не мог понять этого хозяина виноградника. Ну, вроде нормальный мужик, вроде все умеет, все организовал, все, ну, видно, что он серьезный человек. Зачем он эту смоковницу посадил в виноградник? Ну, кто так делает? Мы сейчас были на Кавказе, я, мы проезжали мимо этих кавказских виноградников, я не видел, чтобы там кто-то посреди посадил там яблоню там или, такого нет. Не знаю, в Молдове, Вадим, Наталья, видели ли вы такое, что виноградник там и стоит на поле? Я не мог понять, зачем? Как она там очутилась? Вы не думали? И у меня нет ответа, потому что я сам не понимаю, как я вообще здесь очутился? Как я? Что я вообще, как я здесь оказался? Что я такого сделал, что я вот в Божьем винограднике? Я до сих пор не могу понять, чем я удостоился, ничего хорошего во мне не было, ничего доброго во мне не было, только зло, гадость, пакость какую-нибудь сделать. И как я здесь оказался, я до сих пор не знаю. У меня нет ответа, почему, как оказалось, это смоковница в винограднике. Наверное, когда я приду на небо, я спрошу у Бога, говорю, Господи, ну почему так? Что? Что? Почему? Но это правда. У меня нет ответа. И у вас тоже его нет ответа. Вы ничем не лучше, чем те люди, которых, чья кровь смешалась вместе. Вы ничем не лучше тех людей, на которых упала Силамская башня. Ничем не лучше тех людей, которые гибнут за свои грехи. Каждый день мы смотрим их по телевизору. Ничем не лучше. Но Бог нам дал милость. Он не гнушался, что мы не виноград. Мы дикая, может быть, смоковница. Он нас в Божий виноградник. И Он ожидал от нас. Терпел нас. И терпит нас. И в этом есть Его любовь. Давайте мы встанем наши ноги. Поблагодарим Господа. Поблагодарим Господа. Субтитры создавал DimaTorzok